В региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия заявили об отсутствии полномочий по вопросу застройки Октябрьского военного городка. Об этом на пресс-конференции рассказала глава ведомства Мария Волозина. Она отметила, что прежде чем рассматривать вопрос о включении какого-либо архитектурного объекта в охранный список, необходимо соответствующее заявление. Но оно не поступало. Сама же инспекция не может инициировать процедуру по включению бывшей военной части Октябрьского военного городка в список охраняемых законом объектов. Заявления в соответствии с установленной процедурой нам не поступали. Как власть пока у нас нет полномочий каким-то образом предпринимать какие-то действия к этой территории, потому что на ее не накладываются ни охранные обязательства, ни какие-либо иные по сути ограничения. Напомним, когда-то на этой территории размещался танковый полк. С 2015-го казармы городка пустовали, но находились сведения Минобороны. Позже этой собственностью начало распоряжаться акционерное общество дом.рф. Компания решила провести аукцион в электронном формате на комплексное развитие военного городка в районе улицы Красноармейской. Победитель получил право заключения договоров, аренды земельного участка и комплексного развития незастроенной территории. Град-потенциал площадки составляет около 182 тысяч квадратных метров жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 февраля 2023 года. Аукцион пройдет 17 февраля. Начальная цена права заключения договора КРТ около 43 миллионов рублей. В результате торги выиграла муромская фирма «Уником». Она предложила наибольшую сумму – более 250 миллионов рублей. Проект должен быть реализован в течение 9 лет. Победителю аукциона при проектировании нового микрорайона придется учесть, что максимальная разрешенная высота зданий в историческом центре Владимира составляет 14 этажей. Вот что об этом говорили в пресс-службе городской администрации в феврале прошлого года. После того, как проект планировки будет подготовлен, господа проектировщики обязаны предоставить его в наше профильное управление архитектурой и строительством администрации города Владимира. За дело возьмутся специалисты, профессионалы в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики. И обязательно состоится процедура общественных обсуждений. Проект планировки предусматривает и жилищную застройку, и объекты социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, зоны отдыха, скверы и спортивные площадки. При этом споры вызывают именно здания дореволюционных казарм. Пять из них построили еще в 1880-х годах. И ряд историков и краеведов ранее высказывали, что эти казармы несут историческую ценность. По поводу сохранения существующей застройки начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия высказалась следующим образом. На, наверное, каких-то будущих презентациях, где будет понятно, каким образом будет проводиться застройка, какие объекты планируется сохранить из существующих, уже нужна будет операция и строить свое мнение. То есть в госинспекции не исключают, что проектировщик откажется от сноса существующей застройки. Но в любом случае до подачи соответствующего заявления о наделении имеющихся построек охранным статусом, юридических оснований для препятствия сносу у властей нет.